кто из вас ходил по пустыню где нет мест прятаться зачем-то и где обитают сфоры диких собак одичавших собак те из вас знают что такое сама это фора подбегает одна собака тявкает и начинается это гавканье которое оказывает помимо психического давления на человека еще и давление на завод тех самых собак и в каком-то смысле сегодняшняя обстановка политическая она как раз похожа на эту ситуацию и стоило только россии проявить определенную свою волю как все существа запада востока и юга собрались в одну фору и стали гавкать друг на друга я конечно не оскорбляю своими словами никого не хочу оскорбить чтобы вы понимали это пример это пример того как можно описать сегодняшнюю ситуацию и конечно в нашей сегодняшней ситуации есть два больших игрока первый игрок это наш президент владимир путин который несмотря на все проблемы которые окружают его со стороны второго комплексного игрока он на самом деле возвышается все выше и выше ну а второй игрок это тот самый комплексный мир глобализма который по какой-то причине абсолютно непонятный в очередной многочисленный раз оставаясь опять непонятым и опять идет на нас войной по тем же самым тропинкам через те же самые государства с теми же самыми проблемами геноцида и по тем же самым своим толерантным соображением он опять стремится уничтожить россию и я конечно понимаю многочисленных критиков которые хотят найти какую-то толику недочетов в деятельности нашего президента но вы должны понимать люди что есть определенная тактика и стратегия просто мне очень много приходит таких реплик что а вот там не так а вот здесь вот не так а вот там надо было бы сделать вот так и я вам просто поясню что на самом деле чтобы что-то произошло на высоких рубежах международных оно должно готовиться подготавливаться и запускаться в полной секретности и если вы слышите о каких-то проблемах недочетах или наоборот успехах кого бы то ни было вы должны в этот момент понимать что это неправильная информация и вам просто подсовывают дизуху правильная информация никогда не утекает и никуда не течет правильная информация приводит к победе и только после победы вы можете понять как же все это было произведено я всегда вас могу отправить к тому самому знаменитому художественную фильму 17 мгновений весны к деятельности штирлица который вот так вот приближал нашу победу находясь на своей вот такой вот секретной службе и если бы он везде трещал о своей службе как это говорится в анекдотах о нем то конечно никакой победы бы на его фронте на его рубеже не произошло бы та самая великая отечественная война показала что русский дух и русского солдата ничем не сломить ни со стороны профиля не со стороны фейса то есть с лица не в спину никак ближневосточные деятели тех лет они стреляли всегда в спину русскому народу и сталин с ними успешно боролся за что к сожалению и поплатился своей собственной жизнью сегодня люди всех стран не понимают кто с кем воюет они думают что действительно у них какое-то право появилось делать вот такие поставки и приводить опять же страны которые участвуют в этой операции специальной приводить каким-то дополнительным потерям таких прав нет ни у них ни у кого а у нас у россии есть одно определенное право помочь жителям наших территорий жить без проблем в мире и в составе россии что в принципе уже достигнуто и те кто проявляет свои горячие головы дополнительными неправильными вопросами вы должны вернуться к исходнику посмотреть те моменты заявлений которые были озвучены год тому назад даже более у нас вполне четкие планы и мы их вполне четко реализуем и мы их реализовали правильно присоединив путем изъявления воли народов территории свои некогда незаконно отсоединенные состав россии обратно все здесь четко понятно и если вы заметили или не заметили я вам напомню что весь мир который пытается огрызаться он этого не понимает он думает что у нас какие-то другие цели у нас нет других целей у нас есть цель взять свое и принести мир на эти территории все цель 1 президент ее все время озвучивал и озвучивает и на самом деле как бы не кусались все те товарищи и даже те кто товарищами никогда не был и не будет как бы они не кусались не грызли на всем этом фоне и вы я думаю что замечаете наш президент владимир путин он все время формирует свое возвышение более и более уверенно да я думаю что у него много таких знаете служебных моментов за которые он переживает в которые он каким-либо образом вовлечен без проблемного правления не бывает и всегда это каким-то образом отзывается в том числе и на здоровье и на самочувствие но самое главное что по итогу преодоления всех этих проблемных моментов мы с вами все время видим что как бы злопыхатели смотрели на него криво прямо еще как-то как бы они на него не смотрели мы всегда видим что идет постепенное и поступательное возвышение нашего президента и это это радует меня дело в том что я сам по себе по натуре государственник я уже много много лет 20 а то и больше выступаю как журналист и как писатель с одной и той же несокрушимый и неизменной позиции я всегда выступаю за государство за избранного лидера и я считаю что если народ при определенном голосовании доверил определенному лицу управлять собой то это лицо нужно поддерживать и ни в коем случае не затевать каких-то неправильных течений на фоне тех президентиков которые существуют сегодня в западных и восточных странах владимир путин в данный момент очень выгодно выделяется своей поступательной несокрушимой позиции я уже делал например на год тому назад небольшой фильм по поводу европейских женщин кто смотрел тот помнит что категорически по моему мнению нельзя пускать женщин в политику потому что это не совсем женская точнее совсем не женское занятие и женщина которая уходит от семьи от любви к мужу от любви к детям к внукам к правнукам к самим людям в принципе поскольку женщина дает жизнь рождает людей когда она уходит в политику а это служба определенная служба воинская служба смерти она становится мужиком но неправильным мужиком у которого для этого природой не заложено ничего и я считаю что большие обострения на западе вызваны были прежде всего позициями женщин я уже много много раз об этом говорил повторять не буду но думаю что вы со мной согласитесь и самое главное вы наверное видите что через год после моего того самого фильма уже позиции женщину западных странах она начала сходить на нет если раньше из каждого угла пищали самые большие политики в юбках но сегодня этих писков не слышно остаются только отдельные бабушки которые начинают вспоминать о своих внуках наконец-то а вот мужское занятие мужское занятие это как раз та самая политика международная межгосударственная мировая и здесь мы смотрим на те персонажи которые до сих пор остаются в этой политике давайте я начну с запада с трампа как бы его не пинали сколько бы его не пинали не преследовали он в общем то достаточно внятный президент был и внятный политик остается на его фоне байден иосиф он выглядит совершенно как не успешное какое-то существо которое в общем то не то что побиваемо но находясь у власти великой страны америка он низводит ее своими постоянными падениями физическими моральными и политическими на какой-то уровень и знаете мексикана открытой границы и я думаю что если байден не дай бог просуществует достаточно долго да еще на этом посту то америку мы встретим в ближайшее время не как великую державу с численностью населения 350 миллионов человек а как 50 с лишним государств которые живут бок о бок вместе и который также ругается между собой как это было до недавнего времени и продолжается в той самой европе и я кстати хотел бы предложить нашим политическим и журналистским деятелям не употреблять неправильных переводов в отношении соединенных штатов америки штат штат слово что переводится как государство и не нужно давать его без перевода это слово и соединенные штаты америки нужно называть соединенными государствами америки вот тогда будет правильно и мы будем понимать что мы имеем сегодня взаимодействие не с единым государством сша а с совокупностью государству которые живут в каком-то союзе как например европейский союз и мы будем тогда понимать как каждый из штатов государств отдельных ведет с нами с россией свою политику и что из себя представляет губернатор каждого государства штата в наших с ним отношениях и тогда позиции байдена несмотря на то что это вроде как союз государств сша позиции байдена не будет уже такой сильной казаться а сейчас пока мы неправильный перевод этому названию даем то получается так что наши журналисты которые в общем то почти все из ближнего востока они заставляют нас присмыкаться перед тем государством которого не существует нет государства сша есть союз государств которые собираются в союз который называется соединенные государства америка также как еще раз повторюсь в европе и вот теперь мы до европы доходим и мы смотрим как европейские лидеры ведут себя уже сегодня если прежде женщин конечно было очень много среди них я повторяюсь еще раз то сегодня европейские лидеры пытаются собраться воедино на какой-то платформе набраться например еша европейские штаты америки там или штаты европейской европы ну каким-то образом объединиться чтобы выступать в едином порыве против россии и смысл здесь в том что каждый из руководителей европейской страны в отдельности 20 раз обгадит свои штаны прежде чем впрямую будет задираться на россию потому что в европе нет ни одной страны не осталось к сожалению после меркель и сегодняшнего этого макрона микрона не осталось ни одной страны которая могла бы считаться полновесным государством самостоятельным с многовековой истории ее просто этой истории ни у кого нет я напомню что германия была создана в конце девятнадцатого века остальные страны там все эти швейцарии и тому подобное это все двадцатый век все эти мелочи типа финляндия эстония и тому подобным им всего лишь по 50 по 70 лет разговоры вообще ни о чем а древности приписываются только журналистами из ближнего востока и самостийными журналистами этих стран и все время задирание на россию со стороны этой самой европы она говорит только о том что в этих небольших конгломератах которые еще хотят стать государствами шизофрения ненависти она по отношению к россии воспитывается с малолетства потому что вот они такие малые и слабенькие а хотят править всем чуть ли не миром потому что типа они достойные ну и наконец давайте посмотрим на восток несмотря на то что сейчас у нас китай является как бы стратегическим таким партнером то что си цзиньпинь приехал сюда в москву это что его владимир путин не встретил и не было такого протокола и вообще уехал си цзиньпинь раньше на целый день туда к себе в китай это говорит о том что китай нам не сдался из-за даром в принципе не сдался почему потому что это бесполезное человеческое общество бесполезное для нас да как рабы как работники рабы в смысле работник они да действительно кому-то нужны но это скорее запад потому что там все время идет упор на рабовладельческие строи нам советском союзе они не нужны у нас своих таких работников хватает и их всегда было достаточно единственное что конечно сегодня орудует у нас орды определенных высокопоставленных чиновников которые хотят свести русский народ и другие народы которые живут у нас бок о бок с русским народом свести с нашей карты государства чтобы выступить с теми товарищами которые нам совершенно не товарищи на одной негативной платформе вот так сегодня описывается весь мир в таких вот примерно красках но можно добавить сюда еще некоторые ближневосточные африканские народы но это все бессмысленно я вам уже говорил берем ту же например саудовскую аравию она на современный календарь на грегорианске перешла только в 2016 году а какой государстве даже не древности а настоящего здесь можно говорить ну и то что у них там какие-то короли свои существуют это тоже вопрос такой знаете ли какой бог им дал такую власть и с чего они вдруг решили что они являются королями но это отдельная песня а вот возвращаясь в россию теперь мы видим ситуацию вот какую как бы не жаловались как бы не скулили западные политики западные государства чтобы они не давали я считаю что владимир путин остается из каждым разом все более повышает свой тонус градус и свое положение поскольку остается победителем да есть какие-то возможно другие трения внутри там снаружи еще где-то но максимальный тренд он остается победным и российское общество российская политика российские ну сми бесполезно обращаться потому что это не российские смея уже миллион раз говорил но все равно сегодня объединившись на определенной платформе мы в общем-то идем с минимальными ущербами несмотря на то что тот же запад коллективный пытался доставить эти ущерба нам в максимальном каком-то плане поэтому я считаю что президента действующего нашего можно и нужно в обязательном порядке поддерживать с его начинаниями другие политики это другие политики у нас лидер один единое начали и я думаю что своим сплочением своими правильными настроями своим походом на запад на восток в едином строю мы достигнем непременной победы и это будет наша общая победа вместе с нашим президентом остальных товарищей о подготовке которых к неправильным действиям естественно знают уже все политики скажем так я просто хочу как бы не то что предупредить просто хочу донести до них ту самую интересную как бы мысли что их подготовки негативные подготовки они проходят слишком прозрачно чтобы быть незамеченными и потом просто не удивляйтесь когда то вас снимут погоны трубочкой а может и плашмя отправят их на вечное хранение в одно место поэтому желаем нашему президенту здоровья поддержки от нас мы ему обеспечим и пусть мы идем вместе со всем нашим российским русским народом к победе нашей россии на всех фронтах которые развязаны против нашего государства